Сейчас надо, наверное, все-таки заглянуть туда, в самое-самое детство. Тогда еще не было компьютеров, народ жил не очень богатый, телевизоров-то не было у большинства людей, поэтому много читал народ, много воображения развивал, все это идет оттуда, потому что я считаю, сейчас вот эта сплошная компьютеризация, она немножечко глушит воображение, притупляет. И человек уже, если вот с самого малолетства не стал напрягать в этом направлении, все, у него это потихонечку чахнет, чахнет, и он живет на всем готовом, то, что ему вот подают. А где-то осознать, переварить все это, немножечко пофантазировать и представить, как бы он увидел, на эту тему даже многие и не задумываются. Вот это вот беда нашего, я считаю, времени, даже можно сказать трагедия, потому что это, когда выхолощивается вот это умение фантазировать, умение думать, проанализировать, потому что человек читал книгу, худо или бедно, но у него работа начинала воображение. Там были иллюстрации еще лучше, и он уже вот по этим, он как-то все эти события представлял, а это дорогого стоит, когда вот все готово, и перед ним, и ничего такого лишнего. Так что вот мне в этом плане повезло, я много читал в детстве, в юности, сейчас, к сожалению, меньше, ну и времени меньше, конечно, но то, что я, багаж какой есть, тогда я помню, дойти Библию, достать, это было невозможно, хотя мне так хотелось ее почитать, полистать, бесполезно. Ну, после, правда, я все-таки проявил как-то там напряжение, наказалась она у меня, ну, я говорю, вот то, что было, как-то все приходилось с трудом вот так преодолевать, искать, находить, вот тем более историческая наша русская тема, она тоже как-то не популяризировалась тогда, ну, вот такой был передвижнический реализм, хороший, конечно, хороший, но когда люди видели картины на историческом, историческую теме, да и сейчас то же самое, у них это вызывает какое-то отторжение, то есть воспринимает это почему-то большинство, я имею в виду, художников в штыке, хотя народ любит, народ вот с удовольствием смотрит. В свое время вот Васильев, его феномен вот этого вот славянского, ведь, собственно, он один из первых начал, эта тема вообще, она не была под запретом, но она все время задвигалась так как-то в тени, в общем-то, и не приветствовалась. На выставках как-то, вот, и вдруг вот такой всплеск, собственно, с него пошло параллельно, так вот я тоже какие-то эти темы, когда я увидел, я тоже, оказывается, сработал над этими темами, но я как-то вот еще не успел их выставить, показать. В принципе, она и сейчас даже как-то вот это, недавно столкнулся с таким фактом, что есть один такой знакомый, Екатерин Бургизжиев, он любит собирать сказочные картины, темы, вот, и говорит, я поискал, поискал, и всего где-то, ну, спиток художников, вот так вот, оказывается, работает у нас в России над этой темой. Я говорю, ну, чего же вы хотели-то, во-первых, это надо, чтобы изнутри шло все это как-то, с другой стороны, это тоже, в общем-то, мало востребовано, ну, естественно, мало оплачиваем, а людям надо выживать, поэтому здесь уже самые-самые уж такие энтузиасты только умеют пробиться через этот заслон. Я как-то выбрал себе дорогу реализма, такого классического реализма, нашего русского передвижничества, который идет, собственно, от западного реализма, а западный пошел от эллинов, там, в общем, это сложный такой процесс. И я как-то стараюсь экспериментировать что-то там, уродовать форму, ну, как Шекспир говорил, раскрашивать, это, золотить червонец и раскрашивать лилею я не смею. Понимаете, потому что сама природа настолько прекрасна, и поправлять творца, я считаю, ну, это не совсем тактично, лучше природы не сделаешь никогда, и поэтому собираю, стараюсь собирать натурный материал, потому что, как бы ни думал художник, да и человек, лучше того, что нам вот даровано небесами, мы не придумаем, поэтому... Я вечный ученик у природы, так что я этого не скрываю, вечный восторг у меня перед тем, что нас окружает, мы фактически живем в раю, просто мы этого не замечаем, мы все ищем, рай, рай их дел, а вот он вокруг нас, просто надо как-то немножечко встряхнуть в себя, это вот обыденность, вот эта вот забота, суета, суета, более широкими глазами смотреть на мир, ну, и самого себя в улыбок чаще заглядывать, потому что все-таки... Цель жизни немножечко, хоть чуть-чуть сделать себя лучше, в конце дороги, для меня вот такая задача. Все люди, все разные, о вкусах, как правило, они спорят, и какая-то часть населения вообще не воспринимает реализм, ведь людям нравится многим импрессионизм, вот, хотя для меня это упадок, я считаю, в искусстве такой, в принципе, вот. Третьим нравится Шагал, четвертым Квадрат Малевич, да ради бога, просто насколько это глубокое искусство, насколько оно отличает задачам пластического искусства. У нас очень часто путают, вот, к сожалению, пластическое искусство с таким декоративным искусством, и ставят в один ряд там того же Пикассо, ну, что я его поставлю по умению, по мысли в один ряд с Леонардо да Винчи, да никогда, или с Рафаэлем, это совершенно разные вещи. Я не говорю, что это плохо его искусство, ну, нельзя в один ряд ставить там того же Шагал, это, опять же, декоративно-прикладной искусство, а его почему-то ставят с классикой в один ряд. Ну, нельзя, есть понятие, вот, ну, для примера я всегда привожу, вот, балет, понимаете, чтобы станцевать там какой-то ПДД, извините, сколько надо труда и пота вложить, и после еще получится или нет. А кардабалет, что там, ради Бога, там, Канкан, ради Бога, здесь совсем другие законы. Ну, я не говорю, что это не должно существовать, это все нормально, но в один ряд нельзя ставить, нельзя ставить так же вот классическое искусство рядом вот с шарлатанами. Ну, не шарлатан, это другой вид изобразительного искусства. Я считаю, самый высокий все-таки пилотаж – это пластическое вот наследие Эллады, потом Западной Европы, вот, лучшие образцы того же Гальбейна, того же Дюрвера, видите, нашего искусства, Суриков, Павел Старябушкин, Воснецов. Вот с этим, не надо тут приобщать, здесь вот как раз народное творчество, да, оно прекрасно по-своему, но это народное творчество, там другие задачи, другие приемы, и оно все-таки по пластике намного проще, вот, по мысли тоже не может сравниться с таким, с классическим искусством. Есть понятие классика, это раз и навсегда, а у нас сейчас очень легко и просто это все смешивать, получается такой винегрет порой, что классическое искусство теряется, естественно, а вот эти вот как-то, не знаю, я не сторонник таких вещей. Субтитры создавал DimaTorzok